здравствуй юра как твое настроение привет от режиме карантина ну как на позитиве всегда на позитиве правила соблюдаешь маски ходишь система требует здорово у нас сегодня тема массаж мне кажется массаж это такая целая наука да расскажи об основных аспектах ты абсолютно права массаж на самом деле это целая наука и сейчас я очень глубоко погружаюсь в изучении массажа очень много прохожу обучений и каждый раз понимаю что еще учиться и учиться потому что постоянно появляются нововведения новшества в массаже массаж не стоит на месте основным аспектом массажа и естественно является профилактика массаж это непосредственно работа с телом но не просто с кожными покровами но и костная ткань мышечная ткань суставная ткань все это работа массажиста вот ну что еще можно сказать в основных аспектах массажа это то что массаж это практически одна из немногих терапий которая подходит всем да конечно как и в любых правилах есть ограничения есть какие-то опять же скажу ограничения но практически всем подходит массаж как можно понять что тебе необходимо идти на массаж я отвечу так как я говорю всем своим клиентам если вы чувствуете себя хорошо вас ничего не беспокоит значит нужно идти на массаж для чего для того чтобы также хорошо себя чувствовать и дальше а может быть и еще лучше потому что массаж это профилактика если вы себя чувствуете бодро ничего не болит ничего не беспокоит идите на массаж и оставайтесь таком же состоянии и дальше самые популярные виды массажа на сегодняшний день также как и на сегодняшний день и в прошлом я думаю в будущем так останется популярным классический массаж потому что классика в массаже это общая проработка всего тела те же самые поглаживания растирания разминания от этого никуда не уйти в массаже и это есть самый популярный вид массажа на втором месте я бы отметил конечно же как ни странно это антицеллюлитные виды массажа похудения скульптурирующие виды массажа так как мода тренды диктует свои правила и основными клиентами в массаже являются женщины они хотят быть красивыми а мы в этом помогаем то есть благодаря массажу возможно похудение однозначно да возможно похудение но опять же скажу все индивидуально все индивидуально потому что все наши организмы разные у кого-то обмен веществ быстрее у кого-то обмен веществ заторможен в связи с возрастом связи с комплекцией тела потому что кто-то приходит ко мне говорят мне вот просто немножко здесь вот подточить а кто-то приходит выше 100 килограмм и естественно процессы разные где-то я могу исправить что-то где-то ну я пока бессилен но хочу отметить что сейчас в мире присутствует огромное количество техник огромное количество массажей которые ну не побоюсь этого слова скульптурируют именно полностью тело ноги руки талию вплоть до черт лица именно только только массажем здорово а с какой периодичностью необходимо посещать сеансы массажа ну это вопрос тоже индивидуальный потому что кто-то посещает массаж в лечебных целях в лечебных целях я рекомендую посещать массаж через день то есть получили сеанс массажа отдохнули сутки и следующий сеанс и так курсом от 7 до 15 дней также эффективно получать массаж ежедневно но присут есть такие виды массажа примеру тайский массаж который я лично практикую это тайский лечебный массаж его рекомендуется делать не больше одного раза в трое суток то есть один раз сделали три дня отдыхаем потом еще раз потому что нагрузка на организм очень большая идет работа полностью с лимфосистемой и организму нужно адаптироваться приспособиться к новым ощущениям в теле поэтому трое суток есть такие массажи лица я лично ими не владею конечно но я знаю людей кто занимается массажем лица сеанс идет около двух часов если я не ошибаюсь и месяц месяц после этого массажа нельзя прикасаться никакими техниками массажа к лицу идет перестройка это не фейсбилдинг черепа нет это не фейсбилдинг это скульптурирование костей черепа и что там да очень много всего интересного и там месяц нужно на адаптацию а после месяца нужно прийти еще раз и повторить процедуру вот всегда ли ощущение от массажа приятный либо же бывают болевые ощущения что в принципе является нормой для массаж ну как ответить да всегда ощущение от массажа приятны если вы здоровы если ваше тело в норме то любой массаж даже антицеллюлитный массаж который в принципе считается одним из самых болючих массажей скажу тогда будет чувствоваться как приятная такая боль приятное воздействие но если организм зашлакован если есть токсины или же перегружен перегружена нервная система то любой массаж даже расслабляющий покажется адом потому что нервная система напряжена любое касание воздействия на триггерные точки в теле будут очень сильно отзываться болью и во время массажа и после массажа и на следующий день даже после массажа я знаю случай когда человек после массажа на чувствовал себя еще хуже и более усиливались потому что опять же все от нервной системы воздействие массажа усугубило вот что необходимо делать сразу после сеанса массажа есть какие-то противопоказания особых противопоказаний нет что лично я рекомендую если ваш массажист кому выходите не не дал вам воды после массажа выпейте воду сами потому что я всегда рекомендую после массажа выпить стакан теплой воды комнатной температуры тем самым ускорить улучшить обмен веществ после того как вы выпили стакан воды нужно провести 2-3 часа в спокойном ритме ни в коем случае после массажа мы не идем тренажерный зал не идем на беговую дорожку танцы отменяются только три часа спокойно размеренного режима можно прогулки можно покушать но опять же покушать можно что-то легкое вегетарианские салаты желательно исключить такую плотную жирную до пищу потому что все равно пойдет приток крови к желудку вот поэтому просто спокойная размеренная жизнь три часа а потом хоть что можно делать противопоказаний нет юра ты активно ведешь социальные сети где демонстрируешь полезные видеоролики для для пользователей как правильно держать осанку что-то для шеи да расскажи откуда у тебя возникла эта идея как давно ты этим занимаешься и если уже полезные результаты от твоих роликов да на самом деле instagram я веду уже около двух лет именно с профессиональной точки зрения а может даже больше если честно не помню вот моим инстаграмом раскрою такой небольшой секрет моим инстаграмом занимается моя жена она ведет как smm менеджер очень профессионально и скажу честно от инстаграма очень хороший выхлоп и мне удается именно общаться с людьми показывая им правильные техники массажа в плане как я делаю массаж показывая правильные упражнения потому что тоже есть один такой лайфхан да всем нашим зрителям если вы нашли в интернете какие-то упражнения по массажу смысле по массажу по осанке да то знаете одно правило чем сложнее это упражнение тем больше вероятность что вы сделаете его неправильно поэтому выбирайте легкие упражнения которые не затруднят вас которые не принесут дискомфорт такие упражнения я и показываю в своем инстаграме помимо упражнений я даю рекомендации по питанию я не говорю о каких-то строгих диетах но легкие рекомендации о том как поддерживать себя в тонусе также в своем инстаграме я освещаю такие темы она на новых видах массажа о том как я езжу на обучение чему обучаюсь да и конечно же я готов продемонстрировать упражнение оно такое скажем так офисное упражнение потому что не требует никаких дополнительных мер никакого дополнительного инвентаря вы можете его проделать в любом месте в любое время где есть просто ровная стена вот и все юра огромное тебе спасибо за такую полезную информацию уважаемые телезрители не переключайтесь ведь прямо сейчас юра продемонстрирует очень полезные упражнения для осанки ну а тебе от нас новый выпуск газета работ обязательно прочти ему будь в курсе всех последних событий и мы ждем твои полезные советы огромное спасибо и так упражнение очень простое для выпрямления осанки нужно к стене прижаться четырьмя точками макушкой головы плечами и ягодицами постоять пять десять секунд и отойти это упражнение нужно выполнять в течение дня три-четыре раза